МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖЦУ новости. В студии для вас работает Айнар Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Шумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Сделано в Казахстане. Один из крупнейших производственных проектов начал работу в Уйгурском районе. Выбирая себе врача, в республике началась кампания по прикреплению к поликлиникам. Твори добро. Движение волонтеров становится шире. Работавшая в Талдыкургане республиканская мониторинговая группа приступила к работе в регионах области. Для изучения положения выбираются точки с потенциально возможными коррупционными рисками. Подробнее расскажет Рустам Оралбаев. С началом пандемии привычный ритм работы водителей большегрузов, пересекающих границу на МЦПС Харгос, превратился в томительное ожидание. Пока удалось создать для них элементарные условия и упорядочить очередность. Автомобили, ранее стоявшие вдоль дороги, теперь припаркованы в сухом порту. А для водителей созданы санитарные условия. Туалеты, душевые, точки общественного питания. Со 2 сентября все списки переведены в цифровой формат. Теперь ожидающие могут узнать свой порядковый номер прямо со смартфона различными способами. Также по стандартам нового сервиса за день до разрешения пересечь пропускной пункт водителям приходит соответствующее СМС-уведомление. Несмотря на все улучшения, количество размещенных в сухом порту водителей все еще велико. Главной причиной их медленного продвижения является пропускная активность Китая. Однако сами водители жалуются и на другие причины. Прибывшая с проверкой делегация намерена тщательно разобраться в ситуации. Мы посмотрели программу электронную, мы посмотрели методологию, по которой будут проходить эти машины. Безусловно, есть еще отголоски вот этого недовольства, но тем не менее я вижу, что все слышат друг друга, понимают, встречаются и стараются этот вопрос решить. Мы со своей стороны еще более детально, мы взяли телефоны водителей, мы будем на связи, мы взяли электронные их адреса, мы дали свои электронные адреса, чтобы мы были на связи. Одним из градообразующих предприятий города Жаркент на сегодня является завод по выпуску мешкотарной продукции, где работает 680 человек. За прошлый год с его конвейеров сошло 44 миллиона единиц мешковой продукции. Поинтересовалась Соловьева и положением дел на крахмалопаточном заводе. Какие меры предприняты руководством по жалобе населения на неприятный запах, якобы исходящий от продуктов переработки предприятия? Мы с июня месяца запустили свой коз, который перерабатывает воду. Мы практически 75% воды, которую мы очищаем, мы ее забираем обратно на производство. Только 25% воды будет сбрасываться на поля фильтрации. Я думаю, что вот эти все меры, которые были приняты в этом году, в том году, я думаю, они позволят уйти от этого неприятного запаха, который был в Жаркенте. В рамках объезда делегации был взят под наблюдение ряд вопросов. Однако в целом картина обстоит положительно. Объезд по Алматинской области еще не закончен. Это значит, что делегация объедет с проверкой и другие регионы. Рустам Аралбаев, Жасулан Шенкеже, телеканал ЖИЦУ. Под пристальным вниманием реконструкция дорожного полотна для пешеходов вдоль улицы Кабамбай-Батыра должна завершиться до конца этого месяца. Такое требование подрядчикам поставил первый заместитель Аким Алматинской области. Резат Турлашев вновь детально изучил ход работ. Как доложили ему подрядчики, на данный момент в реализации проекта есть некие сложности. Дело в том, что прокладки тротуарной плитки мешают частные объекты. Такая картина складывается на участке между улицами Рустамбекова и Галярманова. Резат Турлашев поручил уполномоченным лицам решить этот вопрос. Самое главное, все процедуры должны быть выполнены в законном порядке, отметил первый заместитель Акима области. Я вместо нее... Акима города мне дал поручение, чтобы я пригласил их к Акиму города. И у нас там будет состояться разговор. Ну, посмотрим. Сейчас вопрос станет или об изъятии, или же, если даже часть земли, он положен нам на этот объект, если даст, мы ему взамен должны будем другой участок где-то изыскать. Но этот вопрос будет еще решаться. А мы продолжаем выпуск. Снова в деле. После пятилетнего простоя крупные оптицы-фабрика в Игорском районе возобновляют производство. Уже в октябре предприятие начнет выпускать продукцию. До приостановления деятельности в год предприятие производило до 24 тысяч тонн мяса птицы. После капитальной реконструкции мощность возрастет. Продолжит Ануар Амангельдинов. Процесс на предприятии полностью автоматизирован, что не только способствует правильному кормлению и роста птицы, но и исключает воздействие внешних факторов и возможной инфекции. Сейчас на птицефабрике содержится 500 тысяч бройлеров шотландской селекции. Три птицевода сутки стоят один и через двое уходят. Три птицевода смотрят. Вот они вот здесь обернутся в течение 42 дней. Когда вес набираем 2,3-2,4 килограмма, как раз к этому времени, и они идут на забой, в убойный цех. За счет модернизации на объекте налажен полный цикл производства, начиная от забоя и заканчивая упаковкой. В этом году руководство птицефабрики намерено произвести 3000 тонн мяса птицы. А уже со следующего года предприятие планирует выйти на полную мощность и дать 28 тысяч тонн продукции в год. С начала октября будет уже начинаться полноценный забой птицы по 40 тысяч голов в сутки. На предприятии будет работать до нового года в пределах 600 человек, а уже с самого года полная численность будет около 960 человек. В этом году и на следующий год мы пока планируем только на внутренний рынок. Значит, это в первую очередь, конечно, Алмата, охлажденное мясо и остальные регионы. Если возможность будет, конечно, в этом будем на следующий год уже пробовать и за границу. Запуск птицефабрики – один из самых масштабных инвестпроектов, реализуемых в Алматинской области. На восстановление объекта бизнесменами вложено 18 миллиардов тенге. Значимость предприятия для региона высока, а потому требует внимания со стороны государственных органов. В целях защиты бизнеса и инвестиций антикоррупционная служба региона подписала соглашение с руководством птицефабрики. В рамках проекта Protecting Business and Investments заключили соглашение. В ходе заключения соглашения были подняты ряд проблемных вопросов. Это подключение газификации и необходима дополнительность земли для выращивания кормов. Все вопросы с необходимостью при лечении всех уполномоченных органов будем в рамках ЗУМ все вопросы решать. На сегодняшний день в Алматинской области заключено 41 соглашение по защите бизнеса. Под сопровождением антикоррупционной службы региона находится более 600 миллиардов тенге. Ануар Амангельдинов, Ерлана Замбай, телеканал ЖИЦУ. Качество образования должно стать лучше. В ежегодном послании народу Казахстана президент уделил особое внимание повышению уровня знаний, отметив, что государство должно поддерживать так называемые обычные школы и тем самым преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования. Сегодня в работу в этом направлении также ведет неправительственный сектор. Социально-волонтерский центр ДОСКИЗ реализует общенациональный проект Брыгем и Сбэлем. Они оказывают волонтерскую помощь по подготовке к ИНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащихся старших классов средних школ сельской местности Алматинской области. В рамках проекта ведется дистанционная репетиторская работа с учащимися с привлечением волонтеров из числа студентов ЖГУ имени Ильяса Жан-Сугурова и Назарбаев интеллектуальной школы города Талдыкурган. В летний период был организован первый в своем роде онлайн-лагерь ДОСКИМП КЗ, включающий в себя олимпиады, конкурсы, викторины, а также языковые клубы. Я рада тому, что обратили внимание на нашу молодежь, на наших молодых специалистов. С прошлого года ведется эта компания. Недобросовестные вузы закрываются, которые просто выдавали дипломы. Почему я очень переживаю и поддерживаю эту политику. Все-таки это наше будущее и то поколение, которое получило при Советском Союзе, при бывшем строе образования, оно уходит и оттребуется. Новые технологии развиваются, потребности растут, строятся города, растет население. А важно, чтобы это работало, нужны качественные специалисты. С 15 сентября в Казахстане началась кампания по прикреплению к поликлиникам. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции. Кампания продлится до 15 ноября. Для того, чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. В таком случае при необходимости врачи поликлиники могут посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии. Прикрепиться к поликлинике можно несколькими способами. Первое через портал электронного правительства ЕГОВКИЗ при наличии ЦП и второе непосредственно в поликлинике. На сегодня в Алматинской области функционирует 24 государственных и 11 частных медицинских учреждений. Все они имеют право оказывать помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Там в частности ничего не изменилось. В принципе все те же правила прикрепления остались прежними. Единственное сейчас по отказу по прикреплению человек должен проживать именно в той территориально-административной районе, где он проживает и там же будет ему оказана медицинская помощь. Девять категорий. Они могут подать заявку непосредственно в поликлинике и собственноручно сдать документы. Это пенсионеры, инвалиды, заключенные, воспитатели по договоренности, граждане до 18 лет, родившиеся за границей дети. Остальные же могут прикрепиться через электронный портал. Резкий скачок числа больных пневмоний зафиксирован в Казахстане. За прошедшие сутки в стране выявлено 408 заболевших, в то время как накануне их было 8, сообщает Минздрав. За сутки умер один пациент с пневмонией и 5 раскончались от подтвержденного COVID-19. Всего с 1 августа зарегистрировано свыше 30 тысяч заболевших. 332 летальных случая, выздоровевших более 26 тысяч. Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что страна готовится ко второй волне коронавируса. Настоящий крокодил прогуливался на коктюбе. В Алматы сняли на видео девушку, которая выгуливала на поводке аллигатора. Очевидца возмутила то, что морду животному замотали скотчем, передает Тенгринюс. Видео снял алматинец Максим Виноградов. По словам очевидца, аллигатора вела на поводке девушка, но был и момент, когда животное валиажно шло самостоятельно, а прохожие только удивленно на него посматривали. Как выяснилось позже, присмыкающийся принадлежит фотографам. Отмечается, что выгуливали на коктюбе рептилию породы кайман. Во взрослом возрасте они достигают максимум двух метров. Видео с одной из свадеб в Актау обсуждают пользователи сети. О ней стало известно благодаря скандальному инстаграм-блогеру, ранее задержанному за карантинную вечеринку и оскорбившему с трибуны первую ракетку мира серба Новака Джаковича. Случайным разоблачителем оказался казахстанский блогер Айден Тусупов. В историях у себя в Инстаграм он рассказал, что приехал на свадьбу в Актау и поделился некоторыми моментами в самом разгаре торжества. Одним из зрителей незаконного тоя стал официальный представитель Комитета контроля качества товаров и услуг Ржан Байтанаев. В результате по данному факту совместно с местной полицейской службой города Актал началась внеплановая проверка. В отношении организаторов мероприятия были приняты административные меры. Поиск пропавших людей, помощь нуждающимся семьям, забота о четвероногих друзьях. Будни волонтеров лидер КИЗ складываются из непростых задач. Но несмотря на трудности популярное волонтерское движение набирает обороты по всему Казахстану, в том числе и в Талдыкургане. Прожить один день вместе с добровольцами из областного центра попыталась и наша съемочная группа. Подробности из материалов сюжета. Уже сейчас в рядах лидер КИЗ Талдыкурган свыше 90 человек. Причем большая его часть трудящаяся в возрасте от 18 и старше. Помимо поисковой деятельности гражданские активисты работают и по другим семи направлениям. В том числе социальном, зоо и медиа волонтерстве. Немаловажным является и привлечение спонсоров. Нынешний год символичен тем, что их организация получила официальный статус волонтерского центра. На сегодняшний день лидер КИЗ сотрудничает с управлением полиции, спасателями, горокиматом и СМИ. Глава государства отметил нашу работу именно лидер КИЗ как самую эффективную работу. То есть у нас сеть по всему Казахстану, у нас более 32 городов сейчас входит и на самом деле всех удивляет, как мы без финансов живем, то есть как мы без поддержки, да, мы сами вот такая вот сеть и три с лишним года. Сейчас на попечении волонтерского центра шесть подшефных семей, но основной род деятельности организации поисковая работа. По словам руководителя движения Никиты Шведина за три с лишним года найдены почти 90 человек. За этими цифрами стоят не только чьи-то судьбы, но и людская благодарность за бескорыстный труд современных тимуровцев. Я признательна всем волонтерам за их безвозмездную деятельность. По сути, они проводят огромную работу и в поиске людей, и в оказании поддержки нуждающимся. Молодцы, «Мы сильнее, пока мы вместе». Пришедшие в волонтерство по велению сердца добровольцы остаются верными своим принципам, главный из которых сообща помогать нуждающимся. Я уже три года являюсь волонтером, то есть это все началось просто с пропажи девочки. С того времени решила стать волонтером, потому что это, наверное, зов души. Хочется помогать людям, кто, если не мы. Развитие волонтерства не только способствует становлению гражданского общества, но и формированию поколения патриотов. Гульмира Тимиргалиева, Мадиба Ивусынов, телеканал ЖТСУ, Талтыкурган. США незаконно начали торговую войну с Китаем. Арбитражная группа Всемирной торговой организации признала безосновательными американские пошлины на китайские товары, введенные два года назад. Во вторник эксперты назвали шаги Вашингтона несоответствующими сразу нескольким статьям Генерального соглашения по тарифам и торговле. Китай направил жалобу во Всемирную торговую организацию еще в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа ввела 25% пошлины на несколько сотен наименований изделий из Китая. В связи с тем, что переговоры не привели к соглашению, ВТОС образовали Тритейскую арбитражную комиссию. В январе этого года стороны начали нормализацию торговых отношений. Однако в августе Дональд Трамп отказался от продолжения переговоров. По мнению главы Белого дома Китай вполне мог, но не захотел остановить эпидемию коронавируса. На украинско-белорусской границе скопились около полутора тысяч паломников-хасидов. Они направляются в украинский город Умань, где традиционно отмечают еврейский Новый год. В этом городе находится усыпальница основателя братславского направления в хасидизме Раби Нахмана. Хасиды не могут пересечь границу Украины, так как она закрыта до 28 сентября из-за распространения коронавирусной инфекции. По данным пограничной службы Украины ожидается прибытие к украинской границе еще несколько тысяч паломников. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины обратилось к белорусской стороне с просьбой не пропускать на Украину лиц, которым въезд туда запрещен. В настоящий момент сотни людей, в том числе с маленькими детьми, находятся в режиме ожидания, не имея достаточных ресурсов к обеспечению базовых потребностей. Белорусский Красный Крест оперативно развернул на месте событий силы отрядов быстрого реагирования. Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, может продать ее американский сегмент корпорации Oracle. Власти США подтвердили получение запроса на эту сделку. Ей должны дать зеленый свет как в Вашингтоне, так и в Пекине. Напомним, еще в конце июля президент США Дональд Трамп пригрозил запретить TikTok на территории Штатов, если американский сегмент не будет продан американской компанией. Срок президентского ультиматума истекает уже во вторник. Два года назад китайскую компанию отштрафовали за сбор данных о несовершеннолетних пользователях без согласия их родителей. В конце прошлого года сервисам запретили пользоваться американским военнослужащим. А уже в этом году TikTok запретили в Индии наряду с несколькими десятками других приложений из Китая. К тренировкам в залах вернулись боксеры старших и младших групп области. При том, что общая физическая подготовка поддерживалась на уровне и в период карантина. Теперь нужен нажим на технику и тактику. Занять призовые места, выиграть первенство региона в общекомандном зачете – задача, которую ставят тренеры перед всеми спортсменами. Боксеры еще совсем юные по 12-13 лет, но уже понимают и сознают все серьезность тренировок. И потому подготовка идет с большой ответственностью. На чемпионате области мастерам кожаных перчаток следует завоевать более 20 медалей. В данный момент проходят тренировки в полном объеме. Все лето мы тренировались на улице, в Каратале, на набережной. Проходили тренировки. Во время карантина мы тренировались каждый у себя дома. Ребята проводили тренировки и выкладывали на телефон по WhatsApp свои подготовительные тренировки. В данный момент с 1 сентября мы начали тренировки в этом зале, в зале бокса. На 80% ребята более подготовлены. В ноябре месяце будут проходить соревнования, областные, городские соревнования. Усердно тренируются в залах и старшие юноши. Идет конкретная работа над собой, совершенствование навыков, техники и тактики. Также тренировки на искоренение всех недочетов и восстановление прежней физической формы. Отмечу, чемпионат области у старших юношей запланирован на конец года. Мы возлагаем большие надежды на пятерых наших спортсменов. В прошлом году они выиграли чемпионат страны и доказали свое лидерство. Теперь каждому нужно защищать звание чемпиона Казахстана. Переди много работы, ведь еще нужно занять первые места на первенстве области. Перспективы у семиреченских спортсменов многообещающие, говорят тренеры. Ведь в залах, где они тренируются, созданы все условия для полного комплекса тренировок. Также следует отметить, что чемпионы области выступят на первенстве Казахстана. Алексей Цуй, Жаркан Шинтаев, Яблай Кутукбай, Телеканал ЖТСУ. И в завершение выпуска разыскивается житель села Черкасск Сарканского района. 16-летний Яросыл Жумасыл 9 сентября вышел из дома и до сих пор не вернулся. В настоящее время сотрудниками полиции ведутся поисковые работы. Семья пропавшего мальчика также обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в поиске их ребенка. Яросыл Сергей Калевич Жумасыл 2004 года рождения. Высокий, темноволосый подросток. 9 числа Яросыл отпрашивался на футбол у моей сестры. Но она не разрешила ему, а сказала идти домой. Он послушался и пошел. Через пару часов мы обнаружили, что в доме его нет. С тех пор мы не можем его найти. С 9 сентября уже целая неделя прошла. Если кто-нибудь увидит его, пожалуйста, сообщите нам. Если вы владеете информацией о местонахождении пропавшего подростка, позвоните на номера телефонов, указанные на экране. Контактные телефоны 8778 703-75-78 8705-523-1207 или на номер 102. Такова картина на сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова